Приветик! Сегодня на канале КимТонс мы будем смотреть очередную анимацию про Поппи Бойтайм 3 в озвучке МатКлаун ТВ и в этой серии нам покажут отвергнутую улыбчивую тварь. Но перед просмотром обязательно поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые серии. Ну, грубчивые твари. Это один из самых крупных успехов компании Бойтайм. И это справедливо. Да они восхитительные. Их любят как дети, так и взрослые. По крайней мере большинство из них. Кажется произошла небольшая ошибка. Не волнуйся, ты отправишься к другим маленьким неудачникам. Пока, пока. Ну а зачем сразу выкидывать такую игрушку? Можно ведь по идее просто пришить ухо, и все нормально будет. Зачем сразу сжигать? Остальные были обречены быть брошенными в огонь. К счастью, они не были живыми. Но я знаю, что где-то глубоко внутри они чувствуют страдания из-за того, что они идеальны. Из-за того, что их отвергли. Я точно знаю, что они чувствуют. Лучевые твари правили миром детских игрушек, и их свитали с полок магазинов. Особенно Токдэя, их лидера. И слона Бобу тоже. Хотя было одно большое исключение. Кэтнап. Новое создание компании Бойтайм. Были сообщения, что детям из-за него снятся кошмары. Если вы не смотрели историю происхождения Кэтнапа, то обязательно посмотрите. Я уже делал реакцию на эту серию. Я знаю одну идеальную игру. Компания не смогла оправиться от пиар-катастрофы из-за игрушки, которая мешает детям спать. Так как Кэтнап потерпел полный финансовый крах, бренд улыбчивых тварей был почти полностью заморожен. Решив, что они вложили слишком много денег в проект, от которого пришлось отказаться, руководство компании Бойтайм решило создать новую улыбчивую тварь, которую решили развивать в новом направлении. Ну а где тут логика? Если проект с улыбчивыми тварями потерпел фиаско, то зачем создавать новую улыбчивую тварь? Можно же что-нибудь другое сделать. Ну или хотя бы по другим брендам. Наверняка вы видели таких улыбчивых тварей, как Докте и Слон Боба. Но вы никогда не видели такую тварь, как Хмурый Лис. Это новая улыбчивая тварь. Или лучше сказать, не улыбчивая тварь. Ну, судя по всему, это плачущая тварь. Новая улыбчивая тварь. Это я. Пока другие смеются и играют, Хмурый Лис отдыхает один, размышляя над важными жизненными вопросами. В отличие от остальных, он чувствительный, хороший слушатель и больше всего на свете хочет, чтобы его поняли. Как думаешь, что он кидает в колодец? Секреты, Буба-Бубасон. Секреты. Ну, а по-моему, он просто плюнул в колодец. Хмурый Лис, потому что радуги не бывают без небольшого дождя. Дисклеймер, волшебный колодец с отреснутым зеркалом в комплект не входит. Они были уверены, что я стану ценным участником лупчевых тварей. Смелая инновация, которая позволит им использовать целый спектр человеческих эмоций. Итак, что ты думаешь о Хмуром Лисе, мальчик? Он довольно клёвый? Он! Он! Да ведь он даже хуже, чем Катнап. Да он ведь даже бесцветный! И он воняет! Да от него несёт мокрой псиной! Ну, технически это мокрый лис. Сказать, что мои чувства были задеты, это ничего не сказать. Прекрати, он ведь не твой! Вот ведь какой мелкий гадёныш! Да он так и напрашивается на подзатыльник! Да что он вообще вытворяет с чужой собственностью? Я расскажу твоей матери! Вот она-то и пробишет ему подзатыльник. Потому что ей наверняка придётся заплатить за испорченную игрушку. Ты подвёл нас, Хмурый Лис! Эх, ему опять не наводили отношения с детьми! Стоило догадаться, что ты ошибка! Хмурый Лис! Что за идиотская идея? Как я уже сказал, им нравились все улыбчивые твари, кроме тех, которых они считали неудачными. И теперь я был один из них. Не знаю, как долго я находился в мусорке, но в конце концов произошло чудо! Кто-то спас меня! Это что, улыбчивая тварь? Что-то я не узнаю его. Это что, какой-то сталкер там ходит? В поисках артефактов? Хотя понятно, почему его выбросили. Можно использовать его на запчасти. Моё дитя! Что они с тобой сделали? Не волнуйся, я починю тебя! Кэтнап! Он дал мне жизнь! Что? Так-так-так, погодите-погодите! Опять какая-то нестыковочка происходит! Как это Кэтнап смог оживить обычную игрушку? Он ведь вроде бы детей превращал в игрушки! А не наоборот! Я живой? Оу! Большое спасибо! Я отведу тебя домой! И это приводит вас к тому, где мы сейчас находимся. Док Дэй! Буба! Познакомьтесь с новым другом! Эм... Как тебя зовут? Эм... Я Хмурый Лис! Хмурый Лис? Правда? Вам надо познакомиться поближе! Можно с вами поиграть? Не, нельзя! Пожалуйста! Док Дэй! Дай ему шанс! Супер! Да это был последний мяч! Да! Спасибо большое, новичок! Ну, вообще-то мне кажется, что тут виноват Док Дэй! Зачем он так сильно бросил этот мяч? Надо было аккуратнее, а не со всей дури! А, всё нормально! Может, его ещё можно использовать? Фу, оторванная рука! Уберите её от меня! Да какую мерзость только что показали! Он просто взял и тупо бросил свою руку! Отвратительно! Простите! Я не хотел! Ну и фрик! И от него воняет! И директор был прав! Моё место на помойке! Может, меня сожгут с другими! Не смей говорить такие вещи! А ты кто? Я Хопи! Хопи-попрыгунья! Ты будешь грубить мне, как и остальные? Конечно, нет! Вот! Как новенькая! Ну почему как новенькая? Руку надо хотя бы пришить немножечко! А то она точно так же отвалится! А я раньше никогда не видела тебя здесь! Я хмурый лис! Я отвергнутый! Да мы все тут отвергнутые в той или иной степени! Верно? Нет! Меня буквально отвергли дети! Ген-директор! И теперь эти двое! Да я для всех плохой! А я не отвергну тебя! Лично мне кажется, что ты неплохой парень! Думаешь, что я... Хороший? Ну конечно же да! И тебе не нужны другие! Я буду твоим другом! Правда? Да! Вау, да это восхитительно! Я раньше никогда не ел! Да это безумие! Ты недавно стал живым! А я почти ничего не помню! Это было так давно! Хопи! Почему ты тусуешься с этим фриком? Время перекуса? Да чего ты вообще докопался до них? Ведешь себя как полный придурок! У меня для тебя кое-что есть! Хопи, помоги! Оно проваливай лузер! Правда? Ты тоже? Хмурый лис, нет! Да я нечаянно! Я не хотела попасть в тебя! Я знал, что ты, как и они! Я ухожу! Навсегда! Хмурый лис, погоди! Лаборатория, в которой меня создали? Наверное, вон там! Оу, я там не помещусь! Но, может быть, пролезет часть меня? Осталось только найти нужные ингредиенты! А затем я им покажу! Как это вообще происходит? Почему его рука сама поползла? И сама же выбирает ингредиенты! Что-то как-то очень странно! Кажется, готово! Они даже без понятия, что их ждет! Так, так, так! Это что, фрик-шоу? Я удивлен, что ты все-таки вернулся! Ты пожалеешь о том, что натворил, Боба! Но что-то я не припомню, чтобы... Слон что-то натворил! Он ведь, наоборот, вроде бы сказал Дук-Дэю... Дать шанс этому лису! Поэтому непонятно, почему он хочет отовстить этому Бобе! И что ты сделаешь? Забьешь до смерти своей сломанной рукой? Ну что ж, удачи! Что за... Не волнуйся! Я не убью тебя! По крайней мере, я так не думаю! Опять ты? А я уж думал, ты вернулся в топку к остальным фрикам! Там твое место! Что? Отпусти! Отпусти меня! Зачем мне это? Приготовься к долгому снова! Ооо, Док-Дэй! Погоди! Хобби! Что тебе надо? Я хочу, чтобы ты отпустил Док-Дэя! И почему же? Потому что на самом деле ты не такой! Ты что, не помнишь? Нам было очень весело вместе! Мы были друзьями! Ты не злой! Это они сделали тебя таким! Ты хорошая тварь! И то, что они сделали тебе больно, не значит, что надо делать больно им! Ты права! Док-Дэй, ты придурок! Но я не буду бить тебя! Да пофиг! Я сваливаю! Ты поступил правильно! Что ты натворил? Я спас тебя! Ты так благодаришь нас! Катнап, нет! Он изменился! Я знаю, что он изменился! И стал монстром! Я видел, что ты сделал с Бобой! Ты почти убил его! Я обещаю, что больше никого не трону, Катнап! Пожалуйста! И почему я должен верить тебе? Это будет тебе урок! Я дал тебе шанс на жизнь! А ты злоупотребил им? Мне лучше больше не видеть тебя здесь! Хмурый лис! Я... Оставь его! Он не заслуживает твоей помощи! Хобби! Почему ты помогаешь мне? После всего, что я натворил! Только потому, что ты сделал неправильный выбор, это еще не значит, что ты плохой, хмурый лис! Я тебя никогда не отвергну! Ну, вот такая анимация! И что-то она была слишком уж грустной! Надеюсь, в следующей серии будут повеселее!